Дают ли в США статус беженца? США на протяжении многих лет остается наиболее привлекательной страной для эмиграции. Здесь стабильно высокий уровень жизни, справедливое политическое устройство, отсутствует религиозная нетерпимость. Любая дискриминация, в том числе расовая или национальная, запрещены законом. Поэтому в США хотели бы приехать очень многие. Самым простым способом въехать в США и легализоваться здесь на протяжении десятилетий была просьба о предоставлении политического убежища. Но в последнее время среди потенциальных беженцев стали распространяться панические слухи о том, что американские власти в 2020 году перестали давать статус беженца – asylum. Якобы в лучшем случае можно получить лишь статус «withholding of removal» – отложенная депортация. Этот статус позволяет только находиться в США, но не дает право на получение грин-карты через 12 месяцев и через 4 года гражданства США. Ужесточение иммиграционных правил было одним из предвыборных обещаний президента-республиканца Дональда Трампа. Он последовательно старается воспрепятствовать въезду в США иностранцев. Касается это не только политических беженцев. Ограничена выдача иммиграционных виз для жителей нескольких государств, в том числе Кыргызстана. Запрещена выдача туристических виз беременным женщинам. Начато строительство стены на мексиканно-американской границе, часть которой недавно была повалена ветром. Одним из самых серьезных ограничений, введенных в 2019 году, стал запрет на выдачу статуса беженца, если человек прибыл в США через третью страну, например, Мексику, и не попросил там убежища. Вероятно, именно это и вызывает наибольшее количество страхов у потенциальных соискателей убежища. Однако, в начале 2020 года уже было несколько прецедентов, когда беженцы доказывали иммиграционным властям, что в Мексике также подвергались преследованиям и получили асайлум в США. Были прецеденты, когда статус «отложенная депортация» в судах был изменен на статус «политический беженец». Есть и другие легальные способы обойти этот запрет, в чем могут помочь специалисты в области иммиграции. Однако, необходимо упомянуть, что существуют и широко обсуждаются планы дальнейшего ужесточения въезда беженцев в страну. Эти обсуждения также провоцируют страхи у тех, кто собирается просить политическое убежище в США. Первое. Запрет на подачу заявок на предоставление убежища на сухопутной границе с Мексикой. Второе. Введение ежегодных квот на прием беженцев. Третье. Запрет на любые льготы до получения беженцам грин-карты. Четвертое. Увеличение срока получения гражданства до 10-12 лет. Эти ограничения еще не введены. В случае введения они, скорее всего, будут оспорены, так же, как и предыдущие инициативы Трампа, так как его политические противники-демократы придерживаются противоположного подхода к приему иммигрантов. Однозначного запрета на получение статуса беженца не существует. Запретительные указы Трампа не раз отменялись в судах. Руководство иммиграционной службы не спешит закрыть шлагбаум для беженцев. Те, кто поставил себе целью получить статус беженца в США, по-прежнему имеют возможность это сделать. Да, стало сложнее, но это должно подтолкнуть только к тому, чтобы подготовиться лучше. Более тщательно подготовить свой кейс. Написать непротиворечивую и убедительную историю преследований. Подготовить документальные доказательства. Подготовиться к интервью. Тогда шансы на получение статуса политического беженца существенно вырастут. Дорогу осилит идущий. Если вам интересна тема легальной иммиграции в США через получение политического убежища, ставьте лайки, пишите комментарии, и мы будем продолжать рассказывать о возможностях получения убежища в Штатах.